Привет всем! Отправляясь на отдых в Египет, стоит понимать, что в этой стране вас будут пытаться обмануть и выманить у вас деньги буквально на каждом шагу. Будьте готовы к тому, что нажиться на вас захотят буквально все, с кем вам придется общаться. Гиды, сотрудники отеля, в котором вы живете, аниматоры, бармены в барах, продавцы экскурсий, инструкторы по дайвингу, погонщики верблюдов, продавцы в магазинах и на базарах, сотрудники аэропорта, водители маршруток и таксисты. Сразу хочу сказать, что весь обман, который вас ожидает, он не угрожает ни вашей жизни, ни вашей безопасности. Это не грабеж, ни разбой, ни даже воровство, а легальные или полулегальные методы развести вас на деньги. Первый развод, о котором я хочу рассказать, он не примитивный, как это бывает обычно, а тонкий, изысканный и, можно сказать, эмоционально-психологический. При таком разводе человек где-то в глубине души понимает, что что-то было не так, но то, что на самом деле его обманули, иногда не признается даже самому себе. Чаще всего этот развод практикуют таксисты-хургады, но что-то подобное могут делать и египетские торговцы. Данный спектакль происходил непосредственно с нами, поэтому я просто расскажу, как это было у нас. В Хургаде от большинства отелей до центра города и до набережной под названием Марина ехать минут 30-40. Такси в Египте очень дешевое, но так как ехать довольно далеко, оптимальная цена за такую поездку составляет 4-5 долларов. У входа в отель стоят такси и таксисты сразу называют цену 20 долларов. Если проходишь мимо, говорят, что это в обе стороны, туда и обратно. Так как они отдают отказ отелю, сторговаться с ними на нормальную стоимость практически невозможно, поэтому лучше даже не тратить свое время. Когда ловишь такси на дороге, то останавливаются не только брендированные машины с шашечками, но и каждая вторая обычная машина, потому что большинство местных жителей, имеющих машину, также таксуют. Итак, мы идем вдоль дороги, даже не поднимаем руку. По противоположной стороне, в другую сторону, едет джип Nissan Qashqai последней модели. Водитель джипа понимает, что, наверное, мы собираемся ловить такси. Он нажимает на газ, разворачивается на первом же развороте и летит к нам. Изначально, конечно же, он не мог не испытать удачу и не назвать 15-10 долларов. Но в конечном итоге, даже не сильно торгуясь, договариваемся на 4 доллара в одну сторону. Но водитель все равно настаивает, что отвезет нас туда, подождет сколько нужно и потом отвезет обратно. Все это за 8 долларов. Таксист дружелюбный, улыбается. Как тебя зовут? Сразу же заводит приятные разговоры. Когда мы приехали, насколько, где хотим погулять, что посмотреть, что купить. Разузнав по максимуму про нас, про наши интересы, начинает рассказывать про себя. Рассказывает, что у него жена из Беларуси, что он сам ездил в Беларусь, что очень боится снега. Жена из Минска? Достает телефон, показывает фото семьи, фото детей на разных праздниках. Походу, показывает вдалеке дом, в котором он живет. Но в то же время говорит, что в Хургаде очень сложно заработать, кормить семью. В общем, за 40 минут дороги мы становимся чуть ли не близкими друзьями. В Хургаде, в старом городе, есть знаменитый базар. И мы хотели его увидеть. Таксист объяснил нам, что это довольно далеко от набережной, куда мы ехали. И сказал, что покажет хорошее место для покупок. Это Марина, парковка, базар тут. Возле Марины, парковка, да? Это базар, хороший сынок. Фиг сюрприз. Это Марина. Это Марина, моя парковка тут. Ты гуляю. А что? Ашератон. Вот это шератон. Мачете тут. Вот это базар, видишь? Угу, базар, да? То, что наш друг назвал базаром, на самом деле оказалось обычным магазином сувениров, причем с сумасшедшими ценами. Мы хотели заплатить за поездку, но таксист категорически отказался. Говорит, погуляете, придете в магазин, покажете мою визитку, мне позвонят, я приеду и отвезу вас назад, потом рассчитаетесь. Набережная Марина очень достойное место. Мы с удовольствием погуляли, сходили на рыбный рынок, полюбовались красивейшей мечетью, потом нашли местный супермаркет с хорошими ценами, купили халвы. Обо всем об этом у нас на канале есть интересный ролик, ссылка будет в описании. Кому интересно, обязательно заходите, смотрите. Первый вопрос, который был, когда мы сели в машину, чтобы ехать назад. Ну что, как погуляли, купили ли что-то в магазине, который я вам показал? Дальше, среди приятных разговоров, все сводилось к тому, а не хотим ли мы пошопиться, не хотим ли недорого купить классную кожаную одежду, может еще что-то. Мы реально собирались покупать фрукты на презенты домой, поэтому наш новый лучший в мире друг завозит нас в самую дешевую точку фруктов. В своих видео я всегда говорю только правду и называю вещи своими именами. Если мы где-то ошибаемся, то я откровенно об этом рассказываю, чтобы те, кто нас смотрит, не совершали наших ошибок. Мы изначально понимали, что нас собираются немного нагреть, неплохо ориентировались в ценах на фрукты, но все равно допустили минимум три ошибки. Посмотрите, как это было, а потом я расскажу все наши проколы. Сколько манго стоит и сколько клубника? Финика надо, граната надо, дыня сладкая надо. Сколько дыня стоит? Сколько что хочешь. Сколько стоит клубника? 50 фунт на тушку. Больше килограмм. Или 200, или 200, или 200. А финики почем? 75 фунт. Килограмм? Килограмм. А упаковочка? 700 грамм, 700-200 грамм. Мы по доллару покупали. Это другой сорт, другой? Другой сорт? Тебе недорогая, очень дешевле. Россия, да? Украина. Очень приятно, икраина, много работают в Украине. Очень приятно. А манго? Сколько штук футника хочешь? Не, а манго, манго сколько стоит? Футника сколько? Манго, еще скидку в сумме, знаю, много скидку. Ты дорого называешь цены большие? Еще раз, скидку много дешевлее. Улетаем сколько завтра, послезавтра? Через три дня. Хорошо. Футника 10 дней хороших безamientos. День 15 дней хороших. Манго тоже 15 дней. Гуаба тоже. Убника 8-8 дней хороших. В холодильнике 10 дней хороших. В холодильнике 10 дней, да? 10 дней хороших. Без холодильник 2 дней хороших. Это футника. А футника сколько лефочек хочешь? Два. Чего мало. Один. А тут растет у вас? В Хургаде? Да, да. Вчем, в Хургаде. Два. Несу. Два, 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 два. Глава? Нет. Финика черная? Две. Все, все, хватит. Манго? Ты цену не сказал, манго. 100 фантокилграмм. Четыре. Собой. Собой. Ты назвал все в два раза дороже, чем должно стоить. Это очень дешевле. Почему? Это друг, это друг, но проблема. Очень дешевле тебе. Это дорого. Нормально? Нет. Итак, какие ошибки мы допустили? Во-первых, продавец создал такой хаос. Мы спрашиваем про одни фрукты, он нам говорит про другие. Называет цены в фунтах, хотя мы явно будем рассчитываться в долларах. Поэтому, как бы целеустремленно мы не торговались, все равно процентов 15-20 точно переплатили. Во-вторых, купили всего в несколько раз больше, чем нам реально было нужно и чем могло поместиться в наш багаж. А в-третьих, все эти гостинцы нужно было покупать в последний день перед отлетом, но никак не за три дня. У нас в номере был холодильник и они не испортились, но понемногу стали терять привлекательный вид. Проще говоря, доверяться таксисту и заезжать в эту точку было ошибкой. Но глобальная идея общего развода заключается вовсе не в этом. Получается так, что до того момента, как таксист подвозит вас к отелю, он для вас оказал массу услуг. И был вашим экскурсоводом, и показал самые дешевые магазины, и завез в них, и ждал вас. Да к тому же у него маленькие прекрасные дети, которых нужно кормить, и сам он замечательный человек. А вы собираетесь заплатить ему какие-то жалкие копейки, о которых вы договорились 3-4 часа назад. И в этот момент 90% людей становится как-то неудобно, и они заново начинают спрашивать, а сколько мы должны за поездку. Если человек вдруг об этом не заговорит, то таксист непременно при расчете сам поднимет этот вопрос. Особенно если вы даете 50 или 100 долларов и ждете сдачу. В этот момент он начинает, да я же для вас столько сделал, ну дайте хотя бы 30. И многие начинают думать, да действительно 8 как-то маловато, парень же старался, и соглашаются на 30 долларов. Или пытаются найти компромисс для своей совести, и говорят, да нет, 30 как-то многовато, давай 20. Хотя на самом деле, 8 долларов, о которых вы договорились изначально, это была нормальная, адекватная рыночная стоимость. Если вдруг вы наотрез отказываетесь соглашаться на условия таксиста, он применяет новый козырь. У него не оказывается сдачи, или сдачи находится столько, чтобы сумма оплаты осталась 30 долларов. Именно поэтому я всегда советую на отдых брать с собой как можно больше мелких денег. К тому же таксист не просто так спрашивал нас, купили ли мы что-то в первом магазине. От всех наших покупок во всех магазинах, куда он нас завозил, он получит неплохой процент. Таким образом, таксист нажился в разы больше, чем просто плата за проезд, но при этом большинство туристов в его действиях ничего негативного даже не заметили. У всех остальных персонажей, которые разводят туристов в Египте, схемы разводов, конечно, не такие изысканные. Самыми наглыми и бесцеремонными в этом вопросе являются отельные гиды. Все туристы для них исключительно дойные коровы и ничего больше. Инфовстреча с отельным гидом имеет только одну реальную цель. Это продать вам как можно большее количество всевозможных экскурсий. И все бы ничего, ведь в самой продаже экскурсий нет ничего плохого. Но дело в том, что весь этот процесс строится на сплошном обмане. Во-первых, отельные гиды продают экскурсии в 2-3 раза дороже, чем их можно купить за пределами отеля. Во-вторых, гиды запугивают туристов всякими небылицами о том, что с ними будет, если они купят тур не у гидов. Что туристов обязательно обманут, не будет распространяться страховка. Их рейс перенесут на более раннюю дату. Что на экскурсию их повезут в то место, где может напасть акула и так далее. Это все вранье. Покупка экскурсий за пределами отеля по своей безопасности ничем не отличается, чем покупка у отельного гида. В-третьих, пытаются напродавать туристу экскурсий по максимуму 3-4. Не объясняя, что для 7 или даже 10 дневного отдыха это явный перебор. Одной-двух экскурсий на одни каникулы вполне достаточно. В-четвертых, чересчур приукрашают сами экскурсии. Рассказывают о них то, чего в реальности нет. А вот про все минусы просто умалчивают. Например, не говорят о том, что половину всей поездки вас могут возить по дорогущим магазинам. И даже если вам это совершенно не нужно. У гидов еще много всевозможных уловок. Перечислить все довольно сложно. Но обмануть пытаются даже в мелочах. Например, говорят, что можно рассчитаться банковской картой. А когда вы ею рассчитываетесь, берут с вас дополнительную комиссию. А вообще Египет такая страна, где туристов начинают обманывать еще в аэропорту. Причем обман такой глобальный, придуман не просто отдельными людьми, а целыми компаниями туроператоров. Прилетая в Хургаду или в Марса-Алам, каждый турист обязан купить визу за 25 долларов. Но туроператоры направляют поток людей из прилетевшего самолета не в официальную кассу, а к своей стойке, где продают эту визу за 27 долларов. Казалось бы, 2 доллара не такой уж и большой обман. Но если в день у одного туроператора прилетает 10 самолетов по 300 человек, то заработок этого туроператора в день составляет 6 тысяч долларов. В месяц 180 тысяч. Вот так из маленького денежного ручейка образовывается полноводная река. Тут же в аэропорту, забрав свои чемоданы, туристов ждет следующий развод. К вам подбегают носильщики с тележками и пытаются помочь вам отвезти ваш багаж. Многие туристы, особенно те, которые путешествуют первый-второй раз, соглашаются на это. Но по итогу за услугу вас просят заплатить неадекватные деньги, например, 5 долларов за чемодан. Не стоит расслабляться, потому что следующий развод вас может ждать уже очень скоро, а именно при заселении в отель. В некоторых отелях подобный обман поставлен, можно сказать, на промышленные рельсы. Туристам не дают сразу ключи, а говорят, идите с Биллбоем, он покажет вам номер, в котором вы будете жить. Специально для таких смотрин существует несколько абсолютно ужасных номеров, находящихся в подвальном или полуподвальном помещении возле какой-то мусорки, обшарпанных с поломанными дверьми и другими прелестями в таком же роде. У туристов просто не остается выбора, как начинать просить другой номер. Само собой, за другой номер придется доплатить. Как правило, торги начинаются от 50 долларов, но заканчиваются 15-20. Причем, если при других разводах турист может и не купиться, то в данном случае ему просто не оставляют выбора и потратиться придется. Следующего развода или, скажем так, мягкого вымогательства, можно ждать от уборщика номера. Если вы хотя бы раз в 2-3 дня не будете оставлять ему чаевые, он не будет менять вам полотенца, ставить шампуни, мыло, воду. Так что вы сами решите, что лучше уж несколько раз оставить по доллару, чем терпеть эти неудобства. Похожие ситуации могут быть и на барах с налитием напитков. Но хочу уточнить, что если, например, обманы гидов – это вещь повсеместная, то обманывают в отелях или нет, зависит конкретно от каждого отеля. Причем то, что отель элитный и дорогой, совершенно не говорит о том, что в нем вас обманывать не будут. Хотя правды ради стоит сказать, что в последнее время с подобными проявлениями в отелях тщательно борются и довольно успешно. Что касается разводов в магазинах и на базарах. Туристам, приезжающим в Египет, стоит быть готовым к тому, что везде, где они что-то будут покупать, кроме супермаркетов, их будут стараться развести. Но я даже не уверен, стоит ли называть это разводом. Возможно, это просто характерная черта любого восточного рынка. Просто стоит понимать, что изначально вам называют цену в разы дороже реальной, потом вы дико торгуетесь и покупаете товар по более-менее приемлемой цене. В общем-то, можете и не торговаться, но тогда вы гарантированно переплачиваете. Помимо завышенных цен, без легкого надувательства, на базарах, конечно, тоже не обходится. Самый характерный обман, который свойственен именно курортам Египта, связан с продажей манго. Когда туристы покупают манго, для того, чтобы его удобно было перевозить, манго упаковывают в картонную коробку. В нее помещается от 6 до 10 килограмм. Так вот, плоды взвешивают вместе с коробкой, которая сама по себе также весит около килограмма. И получается, что вы оплачиваете вес не только манго, но и коробки. Также, если вы покупаете маску, ласты, коралки, любую одежду, обязательно нужно проверять, нет ли брака. Потому что гарантия и египетский рынок это вещи несовместимые. Следующий развод отчетливее всего можно заметить в египетских аптеках. На всех упаковках с лекарствами написана фиксированная цена. Но мы, когда покупаем лекарство, прочитать ее почему-то не можем. И это, между прочим, очень интересная история. Все знают, что сейчас современный мир пользуется арабскими цифрами. Египет арабская страна с арабским языком. И в теории они бы первыми должны были писать цифры так, как мы это знаем. Но нет, почему-то они пишут цифры не так, как весь мир. Это парадокс, который до конца разгадать довольно сложно. Но идея примерно такая. Египтяне пользуются арабскими цифрами, но пишут их по-другому. Кто частенько бывает в Египте, знают, как выглядят арабские цифры. Поэтому сразу же понимают, что в аптеке их наглым образом обманывают и называют цены в 2-3 раза выше, чем написаны на ценниках и на упаковках. На примере аптек это можно увидеть лучше всего. Но подобные ситуации могут происходить и в небольших супермаркетах, и в местных автобусах. Стоимость проезда в египетских маршрутках написана при входе на лобовом стекле. Например, в Шарм-Аль-Шейхе довольно приличное расстояние. Можно проехать всего за 5 египетских фунтов. Это 25 центов. Но если вы не умеете читать цифры на арабском языке, а скорее всего это так, ни один водитель по собственной инициативе не скажет вам 5 фунтов. Все скажут 1 доллар. Египетские рестораны в плане разводов ничуть не отстают ни от аптек, ни от базаров. Причем это происходит практически во всех ресторанах. Помимо того, что вы заказываете, вам начинают приносить еще массу всего. Закуски, соусы, лаваши, напитки. На ваши возражения, что вы этого не заказывали, как-то размыто начинают говорить «Не волнуйтесь, все нормально, все окей». Ну, окей, значит окей. Люди рассчитывают, что это комплимент от заведения, как это, например, часто бывает в Турции. И просто едят эту еду. Но в конечном итоге в счет включают не только те блюда, которые вы заказали, а все, которые вам принесли. Помимо этого, хотите вы или нет, в счете будет приличная сумма за обслуживание. Если начинать ссориться, ругаться и протестовать, то счет подкорректируют и оставят сумму только за то, что вы заказывали. Но, конечно же, 99% туристов этого не делают, потому что они на отдыхе, в релаксе. Да к тому же разница между 30 и 35 долларами во время отдыха как-то стирается. Также существует множество схем обманов и разводов на экскурсиях в Каире возле пирамид и в Луксоре. Таких разводов довольно много. Я расскажу только про некоторые из них. Итак, вы ходите по одному из музеев, рассматриваете достопримечательности, гробницы фараонов. К вам подходит египтянин и официальным тоном просит показать входной билет. В этом нет ничего такого, вы, конечно же, показываете. Но после этого он не уходит, а начинает рассказывать вам какие-то истории об экспонатах музея. Человек просто хочет поговорить. Вы его с удовольствием слушаете, почему бы и нет. Даже можете вести с ним диалог, задавать какие-то вопросы. Но через некоторое время он говорит, что провел для вас экскурсию, и вы должны ему за это заплатить. Причем оплату он может требовать довольно напористо, а иногда даже агрессивно. И многие туристы, чтобы избавиться от этой проблемы и спокойно продолжить обзор достопримечательностей, предпочитают просто заплатить. Чтобы зайти в большинство музеев, нужно приобрести билет. Очень часто продажа билетов организована каким-то непонятным способом. Возле входа их продают люди без опознавательных знаков. Но где-то за углом, оказывается, есть официальная касса. И эти билеты там стоят в два раза дешевле. Но многие туристы по ошибке и по незнанию покупают их у перекупщиков. Причем эти перекупщики никаких законов, по сути, не нарушают. Не хочешь, не бери. Такой ювелирный развод в стиле Остапа Бендера. В роли перекупщиков, кстати, могут выступать и гиды, сопровождающие ваш автобус. Но на таких долгих и глобальных экскурсиях, как на пирамиды, все равно гид ваш лучший друг и лучше к нему прислушиваться и не отбиваться от вашей группы. Дорогие гости, этот храм называется Храм Далина. В этом храме четыре жреца бонзамировали тело мертвого храма. Они приносили жертвоприношение, а после этого его похоронили, где пирамиды. Это называется, что, багребальный комплекс. У пирамиды Хьюбса, у самой большой пирамиды, не сохраняется этот багребальный комплекс. Там около сфинкса будут вам предлагать вас фотографировать и делать вам красивые фотографии на фоне сфинкса. Ссылаться с сфинксом, все так и так далее. Если нет желания, тогда, пожалуйста, телефоне никому не дайте. А если желание есть, тогда надо договариваться с ними. Человек за доллар. Человек доллар, а не фотография. Потому что если человек доллар, это хорошо на самом деле. А если вы не договаривались с ними, тогда они будут хребовать, побегать в Одессе и как бы улучшиться. Понимаете? Этим видео я ни в коем случае не хочу сказать, что в Египет не стоит ехать или как-то обидеть египтян. Тем более, что все сказанное в видео исключительно факты и реальные случаи из жизни. Но все же, несмотря на множество подобных ситуаций, Египет шикарная страна для туризма и для пляжного отдыха. Поэтому лично я, как и десятки миллионов других туристов, с удовольствием еду сюда отдыхать. Но к особенностям, которые могут быть у этого отдыха, все-таки стоит быть готовым. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным для вас. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал Мечта Путешественника. У нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры. Нажимайте на одну из конечных заставок, чтобы посмотреть следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений и помните, жизнь прекрасна, когда в ней есть место для путешествий.